Рамзан Кадыров Здесь у нас на сегодняшний момент будет открыт такое территориальное подразделение, такой центр обучающий, которого нет еще в России. Наша задача именно сделать из простых добровольцев, людей, которые просто хотят помогать, профессиональными. Разрезав красную ленту, гости дали старт работе регионального отделения. Мы должны воспитывать предоставивших поколений, зная свою культуру, обычаи, традиции, религии. И поэтому, вот если мы будем воспитывать, то у нас не будет пропадать, у нас не будет брошено детей, детских домов, дома для пристроенных. И это, ну, наш регион, так сказать, можно сделать пилотным там проектом, показательным там регионом. У нас такого нигде нет. Между Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и Чеченской республикой подписано соглашение о сотрудничестве. Обучение волонтеров работе в труднодоступной местности будет проходить на базе Российского университета спецназа под Гудермесом при участии опытных инструкторов. Сейчас в базе Национального центра пропавшими без вести числятся 233 ребенка. Их поиск ведется круглосуточно в режиме онлайн. Для этого создан специальный сайт с пошаговой инструкцией, что делать, если пропал ребенок. Артур Мустаев, Зелимхан Бунташев, Вести, Грозный.